Девушки отдыхают Сегодня Игорь Венедиктович Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. Сказались многочисленные боевые ранения и последствия контузии. В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы республики впредь до предстоящих выборов. Я благодарен Игорю Венедиктовичу за его решение и оказанное доверие. Игорь Венедиктович внес огромный вклад в процесс мирного урегулирования. Он является одним из подписантов Минских соглашений. Сегодня он назначен уполномоченным от Луганской Народной Республики по исполнению Минских соглашений. Я также от себя заявляю о своей приверженности Минским соглашениям. Республика последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства. Совет Министров, Народный Совет Луганской Народной Республики и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме. Со своей стороны хочу заверить жителей Луганской Народной Республики, что сделает все зависящее от меня на благо жителей Луганчика. В Народный Совет Луганской Народной Республики поступило заявление Плотницкого Игоря Венедиктовича о сложении себя полномочий главы республики и его заявление о назначении на должность ИО главы республики пасечника Леонида Ивановича. У меня нет сомнений, что Народный Совет поддержит кандидатуру пасечника Леонида Ивановича на должность исполняющего обязанности главы Луганской Народной Республики. Все необходимые для этого изменения в нормативно-правые акты будут внесены незамедлительно. Сегодня я доложил исполняющему обязанности главы Луганской Народной Республики пасечнику Леониду Ивановичу о работе Совета Министров и получил от него указания. Совет Министров продолжает работу в штатном режиме. В настоящее время Генеральную прокуратуру Луганской Народной Республики переданы материалы расследования Министерства внутренних дел, Министерством государственной безопасности, уголовных дел о причастности отдельных должностных лиц к общеуголовным преступлениям. В частности, в результате реализованных силовыми структурами Республики оперативно-властных и следственных мероприятий получены признательные показания Министра сельского хозяйства и продовольствия Сороковенко и его доверенных лиц Борчука и Дорошина. О причастности руководителя администрации главы ТЭЦМА, начальника службы правительственной безопасности Селеверства, консервировки в сентябре 2016 года государственного переворота в ЛНР. Также собрана доказана база о непосредственном участии в фабрикации так называемого заговора и уголовных дел в отношении бывшего премьер-министра Цепкалова и заместителя командующего правления Народной милиции Киселева, сотрудников правления по соблюдению законности в военной сфере Генеральной прокуратуры. Получены признательные показания ряда сотрудников данного управления. В настоящее время Генеральная прокуратура во взаимодействии с МГБ и МВД проводится соответствующие следственные мероприятия. Также в рамках возбужденного МГД и МГБ уголовного дела Генеральная прокуратура вшла в следственные действия по факту организации в июле 2015 года Сороковенко, Борчуком и Дорошным покушения на убийство Цепкалова по прямому указанию Селеверства. Вместе с тем, со стороны республиканских высокопоставленных должностных лиц, проходящих в качестве основных фигурантов возбужденных уголовных дел, нами отмечаются факты умышленного давления на следствие. В частности, по имеющейся информации, по прямому указанию вновь назначенного исполняющего обязанности Генерального прокурора Подоброва возбуждены уголовные дела в отношении министра внутренних дел Корнета, ведомство которого принимало участие в расследовании обстоятельств с причастностью отдельных высокопоставленных сотрудников администрации и охраны главы республики к организации заказных убийств и инсценировке государственного переворота. Располагая сведениями о предпринимаемых по добрым шагах по блокированию деятельности МВД и ЛНР, в том числе исполнением указаний ТЭСМА по принудительному отключению правоохранительного ведомства энергососнабжения, я взял на себя ответственность провести соответствующую проверку об основанности и возбуждения уголовных дел в отношении министра внутренних дел. О результатах проводимой проверки я буду информировать главу ЛНР для принятия правильного процессуального решения. Здравствуйте, я Тимур Олевский. В Луганске уже несколько часов не работают телевидение и радио, а также пропала мобильная связь. Об этом сообщают луганчане в социальных сетях. Эту же информацию подтверждает агентство Укринформ. По данным других СМИ, вооруженные люди с белыми повязками на рукавах захватили в Луганске телецентр. Журналист издания «Остров» Денис Казанский сообщил, что в Луганск введены формирование боевиков так называемой ДНР и российские военные. Вот на этих кадрах якобы колонна военных, заходящая в город. Стопроцентно утверждать это мы пока не можем. Так глянь, посмотри, одни КамАЗы. Я просто не понимаю, что сегодня будет вору не происходить у нас. Это просто нереальные вещи. Входу война будет сегодня. Ранее сегодня днем в центре Луганска вооруженные люди в форме, без опознавательных знаков, блокировали несколько административных зданий. На камеру местного телеканала свое присутствие они объяснили неким приказом. Но интрига скоро разрешилась. Поводом для появления людей с оружием стал конфликт между руководителем так называемой ЛНР Игорем Плотницким и боевиком, который до понедельника занимал пост министра внутренних дел Луганска Игорем Корнетом. В понедельник стало известно, что Совет народных депутатов под контрольный Плотницкому отправил Игоря Корнета в отставку. Сегодня он заявил, что в этом виноваты украинские диверсанты и их пособники среди чиновников Игоря Плотницкого. А сам Плотницкий сделал два противоречащих заявления. Во-первых, вооруженные люди проводят учения, а во-вторых, они подчиняются бывшему главе МВД Корнету, который хочет дестабилизировать ситуацию, сказал Плотницкий и тут же заверил, что скоро ситуация вернется под контроль действующих властей. Но это было все днем. Сейчас ситуация быстро меняется. Накануне своей отставки Игорь Корнет, кстати, докладывал о том, что в ЛНР стало вдвое меньше преступлений, связанных с отъемом собственности. А уже спустя несколько дней сам был обвинен Плотницким в том, что с 2014 года занимает чужой дом, который был отнят. А именно роскошный особняк местного бизнесмена и президента футбольного клуба «Заря» Владимира Букаева, который умер в 2009 году. Вдруг из Киева в Луганск приехала его вдова, и Плотницкий вместе с сотрудниками госбезопасности выгнали начальника луганской милиции на улицу. Да еще и попросили женщину проверить, не украл ли он что-нибудь из ее вещей. Соблюдать законность, как вы и говорили, поэтому освобождайте дом. Идите, только, пожалуйста, посмотрите, все ли на месте, опись составьте. Что происходит в Луганске сейчас и как эти события связаны с борьбой за власть? Я попробую разобраться вместе с обозревателем проекта «Датбас Реали» Андрея Дегтяренко, который выходит на прямую связь со студией «Настоящее время». Андрей, у вас есть какая-то информация о том, что сейчас происходит в Луганске? Ну вот конфликт подходит к какому-то разрешению, поскольку последняя важная новость, о которой заявили, и у которой есть реальные подтверждения, видеоподтверждения, это заход той самой колонны с запада в сторону центра Луганска. А понятно, в чьих интересах зашла эта колонна? Это за Плотницкого или за... А еще нет точной информации. В интернете очень активно распространяется версия якобы, что это представители так называемой группировки ДНР, но многие местные, с которыми я, например, общался... Кстати, мобильная связь в городе есть. Это не совсем тоже достоверная информация, которая была озвучена в интернете. Так вот, люди говорят, что похоже, что это подразделение армии ЛНР или народной милиции, которые где-то идут со стороны Дебальцева. То есть, если это так, то, скорее всего, эта колонна заходит в интересах Плотницкого для того, чтобы составить такой силовой противовес тем подразделениям Беркута и милиции вооруженной, которые Игорь Корнет, бывший министр так называемых внутренних дел ЛНР, вывел на улицы города. Скажите, вот у меня один короткий вопрос. Сейчас мы потом вернемся к разговору с вами. Андрей, еще не оставайтесь на связи. Но все-таки сейчас хочется понять, вот это противостояние силовиков в Луганске, оно как-то влияет на переговоры между Украиной, Россией и этими людьми в Минске? Оно вообще как-то влияет на ситуацию в Луганске с точки зрения возвращения его под контроль Украины? Или это абсолютно внутренние разборки, на ваш взгляд? Вот очень печально, что мы, я, например, сам луганчанин и многие другие переселенцы, которые наблюдают за ситуацией, естественно, очень сильно переживают. Можем только отстраненно за всем этим наблюдать, поскольку вне зависимости от того, кто победит в этом противостоянии, Игорь Корнет или Игорь Плотницкий, ситуация ни на линии фронта, ни вообще с точки зрения разрешения конфликта на Донбассе, абсолютно не изменится, поскольку армейские подразделения, первые и вторые армейские корпуса, которые находятся на оккупированной территории, в Донецке и в Луганске, они не подчиняются так называемым «лидерам» в кавычках народных республик, они подчиняются напрямую Министерству обороны Российской Федерации. Поэтому вне зависимости от того, кто будет номинальным главой ЛНР или ДНР, Захарченко, Плотницкий или третьи лица, ситуация не изменится. Знаете, о третьих лицах мы поговорим. Давайте через несколько минут Андрей Дегтяренко остается с нами на связи, а я вам сейчас продолжу рассказывать то, что нам известно к этим минутам. Давайте-ка напомним, кто такой Плотницкий. От комсомола до камеры СИЗО, от охранника-губернатора до главы так называемой ЛНР. Путь Игоря Плотницкого и его политического отца, бывшего главы Луганской области, который со сменой власти остается ее неформальным куратором, проследил Ренат Давлитгильдеев. Ключевая фигура в становлении Игоря Плотницкого – Александр Ефремов, хозяин Луганска, старый номенклатурщик. Еще в советское время Ефремов руководил местным комсомолом, а из этой структуры вышли многие постсоветские политики и бизнесмены. В 90-е вокруг Ефремова сложилась луганская промышленно-властная группировка, сконцентрировавшая в своих руках весь регион. В 1998 году президент Леонид Кучма назначил Александра Ефремова главой Луганской обл. администрации. Так начался период его единоличного властвования. При Ющенко Ефремов был депутатом Верховной Рады, а с остановлением Виктора Януковича стал частью команды нового президента Украины. Возглавил фракцию партии регионов в парламенте, а в родном Луганске оставил править своих так называемых «смотрящих». Игорь Плотницкий был в их числе. Причем тогда нынешний руководитель так называемой ЛНР работал на весьма посредственных должностях. Сперва трудился в охране Ефремова и его окружении. Затем стал штатным чиновником Луганской администрации. Основной его задачей было курировать рынки. По неофициальной информации, также Плотницкий в те годы занимался сбором процента от доходов нелегальных шахт, так называемых «копанок» в пользу группировки Ефремова. После смены власти и прихода сепаратистов Александр Ефремов уехал в Киев. Сейчас он находится в СИЗО. Против политика заведены несколько уголовных дел. Но, как всегда, он оставил в регионе своих людей. Как посчитали украинские журналисты, как минимум 26 чиновников администрации прошлого состава сохранили свои посты при Игоре Плотницком и до сих пор находятся у руля в Луганске. Отчасти из-за этого с начала руководства так называемой ЛНР Игорь Плотницкий борется с местными полевыми командирами и силовиками. Группировки пытаются получить контроль над шахтами Ефремова, а Плотницкий их лично не допускает до этих ресурсов, то есть, по сути, до денежных потоков. Наиболее резко критикующие главу так называемые ЛНР боевики либо попадают под зачистку, либо и вовсе погибают при самых разных обстоятельствах от терактов до несчастных случаев. В свою очередь, силовики Луганского группы Ефремова напрямую не подчиняются, и из-за этого у них также регулярно случаются конфликты с Плотницким. В первую очередь с региональным МВД. Здесь уже дело скорее в распределении формальных ролей. Кроме контроля за местной прокуратурой, Плотницкий может опереться на свою гвардию и часть руководства местного МГБ и заручиться поддержкой российских спецслужб, которые преследуют в регионе свои интересы. Открыть лико-работочный завод, сформировать правительство, назначить министров, подписать указ о норме выработки картофеля, в конце концов, обеспечить организацию какой-то минимальной политической структуры в условиях военной анархии. Все это Плотницкий может, а вот командовать милицией до сих пор нет. Силовики же, в свою очередь, занимаются военными действиями и также регулярно сталкиваются в интересах с Плотницким. Неудивительно, что на самого лидера ЛНР был совершен ряд покушений. Самое громкое случилось в августе 2016-го. Тогда взорвалась его машина прямо в центре Луганска. Плотницкий получил тяжелое ранение, сам он обвинил в организации взрыва Киев, однако, по другим версиям, за терактом стояли луганские полевые командиры. Вскоре после покушения, по обвинению в попытке организации государственного переворота, в Луганске задержали главу Совета министров ЛНР Геннадия Цыпкалова. Через несколько месяцев Цыпкалов был найден повешенным в камере следственного изолятора. Как сейчас напомнил мой коллега Ренад Валентгильдеев, борьба за власть в так называемый ЛНР действительно идет уже не первый год. И для многих участников этой схватки путь к высоким кабинетам закончился трагически. Вот лишь несколько примеров. 21 сентября 2016-го трехсторонняя контактная группа в Минске принимает очередной важный документ – рамочное соглашение. Оно предусматривает разведение всех сил обеих сторон конфликта на Донбассе. В этот же день глава так называемой ЛНР Плотницкий заявляет о предотвращении попытки захвата власти в республике. 27 декабря скоропостижно скончался министр сельского хозяйства и продовольствия так называемый ЛНР Сергей Литвин. Он умер якобы от инфаркта. 27 января также внезапно скончался первый глава ЛНР Валерий Болотов. В своем последнем интервью Болотов резко критиковал руководство так называемой ЛНР и заявлял, что его лишили поста в результате заговора. 4 февраля в Луганске был подорван внедорожник начальника управления так называемой народной милиции ЛНР Олега Анащенко. Боевики традиционно обвинили в убийстве украинские спецслужбы. Убийства полевых командиров на Донбассе начались еще в 2015 году. Тогда в течение нескольких месяцев погибли. Начальник штаба бригады Александр Бэтмен-Беднов, командир бригады «Мираж» Роман Возник, командир бригады «Призрак» Алексей Мозговой. Обстоятельства смерти всех без исключения командиров остаются невыясненными. Исполнители и заказчики убийств официально неизвестны. Обозреватель проекта «Донбасс-реали» Андрей Дегтяренко опять на связи с нашей студией. Андрей, скажите, пожалуйста, вот говорят, что Плотницкий недавно в Москву ездил, наверняка вы заследили за этим, по крайней мере, что-то знаете, и там ему ничего не сказали. Это значит, что Москва оставила вопрос, кто будет управлять ЛНР на откуп самим вот этим полевым командиром и группировком? Или это... Только миф, так нельзя говорить. Ну, я не думаю, что прямо вот отдали на откуп. Я думаю, что до последнего момента считали, что ситуация относительно под контролем. То есть, что Плотницкий наверняка заявлял о том, что он может держать Корнета в узде. Он не верил до последнего, что тот осмелится вывести людей на улицы. И действительно, при всех жестких методах кулуарной политической борьбы в Луганске такого еще не было. А почему он решился? Как вы думаете, что им терять совсем нечего уже? Пошел ва-банк, действительно. Его очернили в медиа, показали, как его выселяют из захваченного дома. Его посредством какого-то мифического суда лишили поста главы МВД. И, в общем-то, уже все научены горьким опытом. Все знают, что происходит с отставленными Плотницким министрами и руководителями силовых подразделений. Я помню эти заголовки. Да-да, батя отдельно, голова отдельно. Так про Бедного писали. Либо долго не живут, либо попадают на подвал, и там бесследно исчезают. Вы говорите, Москва не оставила. А что Москва сейчас хочет именно от Луганского? Мне всегда казалось, что Луганск отличается от Донецка тем, что это такая база скопления российских вооруженных сил и вообще важный хаб. Это так по-прежнему или все не совсем так? Можно сказать и так. Немножечко, правда, отличается менталитет, наверняка, от Донецкого. То есть никогда в Донецке не было подобных силовых противостояний, которые сотрясают оккупированный Луганск с самого начала. То есть постоянно идет какая-то вольница, постоянно идет политическая борьба. До сих пор выходят различные даже оппозиционные газеты, где-нибудь, например, в городе Стаханове, которые могут спокойно критиковать Плотницкого. Постоянно возникают где-то атаманы. То есть, ну вот, Луганск в этом смысле даже, наверное, немножечко ближе к Украине, чем Донецк. Знаете, сейчас только что новости очень срочные появляются. Хочу рассказать и вам, и нашим зрителям. РБК сообщает со ссылкой на источник в окружении Владислава Суркова, что Кремль встал на сторону бывшего главы МВД Луганска Игоря Корнета. Если это так, и на секунду мы предположим, что Корнет станет главой ЛНР, в двух словах, что он за человек, насколько жестко это будет? Или не жестко для людей, которые в Луганске сейчас живут? Во-первых, что Корнет станет таким единоличным правителем. Я, в принципе, пытался проанализировать ситуацию, как она может развиваться дальше. Не будем забывать, что по так называемому законодательству ЛНР и ДНР в ноябре 2018 года должны пройти новые выборы нового так называемого главы ЛНР и главы ДНР. Соответственно, то правительство или та часть верхушки группировки ЛНР, которая придет к власти на этот год, должна сформировать какое-то подобие временного правительства. Мы знаем, что еще с 2015 года Корнет выступает не в одиночку. Он все время выступал в тандеме с главой так называемого МГБ ЛНР Леонидом Пасечником. Я думаю, что вот эти два человека и будут, собственно, определять политику в случае того, если Плотницкий действительно уйдет и будет вынуждена уйти вся его команда. Но силовики на хозяйстве, это, я так понимаю, никак не влияет на линию соприкосновения, это последний вопрос, или влияет? Абсолютно. Я повторю это еще раз. Армия есть армия. Армия полностью подчиняется Российской Федерации, Министерству обороны. А вот то, что происходит в Луганске, здесь в первую очередь нужно беспокоиться местным жителям, поскольку все эти разборки, которые до сих пор не оставляют центр города, вполне возможно, могут срикошетить и по их безопасности, и по их жизням. Спасибо большое, Андрей Дегтяренко, обозреватель Донбасс-Реали, на прямой связи со студией Настоящего Времени. Спасибо. Будем следить за этой темой в течение этой программы и в другие дни. Оставайтесь с нами, а сейчас к другим темам. Спасибо. Президент Путин и Трамп поговорили по телефону, как и обещали в Кремле. Накануне к Владимиру Путину в Сочи приехал из Сирии Башар Асад. Фотографию обнимающихся лидеров из резиденции в Сочи распространила пресс-служба Кремля. Там же рассказали, что Путин передаст содержание беседы Дональду Трампу в ближайшие дни. Ну, вот этот день, видимо, настал. А США этот пресс выяснила со ссылкой на Белый дом, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии, Иране, КНДР и Украине. Ну, а на встрече с Башаром Асадом Владимир Путин сделал заявление, что операция в Сирии завершается. Военное присутствие в Сирии Москва собирается сократить, но базы оставит за собой. Подробнее о том, как Башар Асад рассказал Путину, что война подошла к концу, и что тот ему ответил, расскажет Екатерина Бучнева. Переговоры Башара Асада и Владимира Путина длились около трех часов. Президент Сирии заявил, что с его точки зрения операция российских воздушно-космических сил в Сирии подошла к концу. Путин поправил его, отметив, что еще возможно рецидивы со стороны террористов, но также согласился, дальнейшее разрешение сирийского конфликта лежит уже в политической, а не военной плоскости. Самый главный вопрос, конечно, это вопрос последующего, после разгрома террористов, мирного политического урегулирования, долгосрочного урегулирования ситуации в Сирии. Я очень хотел бы обсудить с вами основные принципы организации политического процесса, проведения поддержанного вами Конгресса народов. Очень бы хотелось услышать ваши оценки сегодняшнего состояния и перспектив развития ситуации, в том числе и ваше видение политического процесса, который, как нам представляется, безусловно, в конечном итоге должен осуществляться под эгидой организации объединенных наций. Встреча Путина и Асада состоялась в преддверии переговоров с участием лидеров Турции и Ирана. Они пройдут в Сочи завтра. И, по словам пресс-секретаря российского президента, встреча Путина и Асада была лишь подготовкой для дальнейших договоренностей. Путин заверил своих собеседников, что с нашей стороны, с нашей стороны России будет проведена соответствующая работа с сирийским руководством, чтобы подготовить почву для тех пониманий, которые могут быть достигнуты завтра в Сочи. И чтобы быть уверенным, что подобные договоренности, которые могут быть завтра достигнуты, будут жизнеспособными, и чтобы они не подвихрали в воздухе. Об итогах встречи с Асадом Путин также расскажет в телефонных разговорах королю Саудовской Аравии и президенту США. Обе страны ранее выступали за отставку Асада. Однако в Кремле по-прежнему заявляют, судьбу президента должен решать лишь сирийский народ. Мы надеемся, что Россия продолжит стремиться к тому, что было заявлено в начале кризиса, не допущение иностранного вмешательства в политические дела Сирии, а лишь к поддержке издалека. По словам Путина, под контролем правительственных войск сегодня находится почти 98% территории Сирии. Согласно сайту South Front, это не совсем так. На этой карте территории, подконтрольные Асаду, отмечены красным, вооруженные оппозиции — зеленым, а ИГИЛ — черным. И хотя на карте Сирии еще много цветных пятен, по сравнению с ситуацией двухмесячной давности правительственные войска при поддержке союзных сил России действительно добились прогресса. А одним из последних ударов по силам исламистов стало восстановление правительственного контроля на границе Сирии и Ирака. А взятие стратегического города Абу-Камаль объявили накануне. «ИГИЛ был так называемым государством со своими границами. Некогда они побеждали в битвах, но теперь, после многих поражений, они превратились в децентрализованные группы боевиков». Сегодня же о конце ИГИЛ заявил президент Ирана Хасан Рухани. Россия вступила в войну в Сирии в сентябре 2015-го. С тех пор, по данным Минобороны, Воздушно-космические силы России совершили более 30 тысяч боевых вылетов. По официальной статистике, в Сирии погибли почти 40 россиян. Но, согласно расследованию Рейтер, эти цифры могут быть занижены в несколько раз. И только с начала этого года в Сирии погибли более 130 россиян. Ряд политологов считает, что Путин спешит свернуть операцию в Сирии в преддверии президентских выборов в следующем году. Владимир Путин, надо сказать, уже отдавал распоряжение начать вывод российских войск из Сирии. Это было еще в марте прошлого года. Считаю, что задачи, поставленные перед Министерством обороны и вооруженными силами, в целом выполнены. Поэтому приказываю министру обороны с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирийской Арабской Республики. Ну а в июне этого года в ходе прямой линии, уже не отдавая никаких приказов, российский президент о выводе войск из Сирии высказывался гораздо менее конкретно. Наша задача на ближайшую перспективу поднять уровень и боеспособность вооруженных сил самой Сирийской Арабской Республики и спокойненько выйти в расположение тех пунктов базирования в Сирии, которые нами там созданы. Сможет ли Россия спокойненько выйти на этот раз и когда может начаться реальный, а не на словах вывод, российских войск из Сирии? Прямо сейчас спросим политолога Алексея Малашенко. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. А вы считаете, что Россия сможет так легко уйти, как Путин говорит, или это вообще не надо воспринимать как, не знаю, руководство к действию? Ну, я бы сказал так, что в данном случае тактика России означает уходи, ну и оставайся. Естественно, что так активно участвовали в боевых действиях, если не произойдет ничего чрезвычайного, и Россия не будет. Останутся базы, останутся какие-то вспомогательные подразделения, я уж не знаю, что еще останется. Но так или иначе, военное присутствие в Сирии, о России, сохранится. Это однозначно, и в этом нет ничего такого удивительного. В общем-то, это оправдана всей логикой поведения России и ее союзом с Башаром. Было бы странно, если бы Россия вдруг взяла и забрала все с собой, включая последний гвоздь после такой войны. Алексей, а как вы считаете, вот тот самый Конгресс народов, про который Башар Асад рассказывал Владимиру Путину, то есть это попытка политического урегулирования, она в практическом смысле как может выглядеть сейчас? А вот через недельку мы и посмотрим, как это все будет выглядеть. Вернее, уже в конце вот этой недели, после всех встреч. Дело в том, что там ведь сейчас активно действует примерно 30 операционных организаций. Говорят, что существует какие-то 5 платформ. Вот там это по-разному можно оценивать, но так или иначе, если эта вся оппозиция каким-то образом найдет общий язык между собой, а потом с помощью этого общего между собойчик, так сказать, будет разговаривать с Башаром, ну что, это будет шаг вперед. А если они не договорятся, то значит ОГОС и ныне там. А если они договорятся, но не пойдут на активные контакты с Башаром, тоже непонятно. А что касается Конгресса, ну на сегодняшний день это, я бы сказал, такое аморфное объединение, что всерьез говорить о том, что оно будет решать, этот Конгресс будет решать последующую судьбу Сирии, я бы не спешил. Кто добьет ИГИЛ? Это мой последний вопрос. Как вы себе это представляете? А это никто никак не представляет, потому что если ИГИЛ не будет здесь, то так или иначе он возродится. Где-то. В какой-то еще форме. Мы все время говорим, не только мы, о 30 тысячах иностранных боевиках. Простите, а кто там-то на почве, на местности поддерживал? Ну, наверное, еще не один десяток тысяч людей, которые это все разделяли. Так что говорить о том, что ИГИЛ исчезнет, знаете, вот так, опа, вот завтра его не будет. Нет. И это уж точно не зависит от самолетов Владимира Путина. Ваш правильный понимает? Абсолютно, абсолютно. Там, если посчитать эти вылеты, то получится, что 10 вылетов на одного убитого ИГИЛовца. Это, по-моему, жарновато. Алексей Малашенко, спасибо большое на связи со студией Настоящего Времени. Спасибо. Смотрите далее в этой программе. Его действия можно сравнить с полунией-210, которым был отравлен Ледвиненко. Рутений есть? Утечки не было. Откуда над Россией и Европой взялось радиоактивное облако? И почему в Башкирии идут безопасные рутеневые дожди? От Бундестага до ФСБ. Почему российские спецслужбы заинтересовались украинскими родственниками школьника из Нового Уренгоя? Четыре года назад в Украине началась революция достоинства. Чем гордятся и о чем сожалеют ее участники? Россия признала, что концентрация радиоактивного рутения-106 на территории страны действительно увеличилась. Сегодня Росгидромет официально подтвердил рост содержания вещества в атмосфере в сентябре этого года. Но при этом до сих пор никто официально не признал, что к выбросу рутений в атмосферу привел какой-то инцидент. И это несмотря на то, что экстремально высокая концентрация рутений была в Челябинской области в 100 километрах от комбината «Маяк». Это ведущее предприятие по производству компонентов ядерного оружия и ядерного топлива в России. Пресс-служба «Маяка» отрицает причастность комбината к утечке. «Росатом» также заявляет, что аварий на атомных станциях в России не происходило. Но, впрочем, еще несколько дней назад, даже после того, как о радиоактивном облаке сообщили ученые Германии и Франции, Россия отрицала сам факт наличия рутения в атмосфере. Это очень большой вопрос, почему власти об этом не сообщали, тем более, когда им были прямые вопросы еще в октябре заданы. Они сказали, что ноль. Вот наш первый заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов сказал, рутения у нас ноль, не зафиксировано. Хотя эти данные, конечно, они поступают, исходя из принятой практики, они ежесуточно поступают как Росатому, так и региональным властям, потому что, ну, сами понимаете, это обстоятельства, касающиеся чрезвычайных ситуаций, здесь необходимо реагировать очень быстро. Рутений-106 это радиоизотоп, который в естественных условиях в природе не существует, поэтому даже небольшое количество вещества в атмосфере говорит об аварийном выбросе. А вот что говорят ученые о том, как рутения воздействует на организм человека? Ну, период полураспада там чуть больше года, рутения, он в основном накапливается в человеческих органах, там печень, почень, селезенка. И, конечно, если высокая концентрация, это яд, естественно, ну, я не знаю, ну, примерно, его действие можно сравнить с половиной-210, которым был отравлен Ледвиненко. Вот, но это очень высокая концентрация, должна быть. Мы не знаем, какая концентрация была. Ну, а сегодня сайт Вести.ру опубликовал новость с таким заголовком. В Башкирии прошел безопасный рутениевый дождь. В материале сообщается о том, что зафиксированное в конце сентября высокое содержание рутения в атмосферных осадках в Уфе не представляет опасности для окружающей среды. О том, когда появилось радиоактивное облако и как российские власти отрицали факт утечки рутения, напомним нашей справке. 8 октября Федеральное ведомство по радиационной защите Германии сообщает о возможном выбросе радиоактивного вещества рутени-106 на юге Урала. По словам представителей ведомства, концентрация вещества в воздухе крайне мала. В Росатоме заявляют, что все энергоблоки российских АЭС работают в штатном режиме и никаких замечаний к работе предприятий госпорпорации не было. 9 ноября Институт ядерной и радиационной безопасности Франции зафиксировал радиоактивное облако над Европой. Эксперты заявили о возможной утечке радиации в России или Казахстане, которая случилась в конце сентября. Российские власти отвечают, что неизвестно об инцидентах на ядерных объектах в стране. 10 ноября Институт радиационной безопасности и экологии Казахстана, который базируется в Курчатове, официально отрицает факт возможной утечки на объектах с ядерной инфраструктурой. 20 ноября Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу в кинотерритории России в сентябре 2017 года. В нем прямо сказано о содержании радиоактивного рутения-106 в пробах, отобранных в сентябре в Челябинской области в 100-километровой зоне производственного объединения «Маяк». 21 ноября Российское отделение Международной экологической организации «Гринпис» обращается в прокуратуру и госкорпорацию «Русатом» с требованием расследовать возможное сокрытие выброса радиации в атмосферу. Производственное объединение «Маяк» утверждает, что не является источником повышенного содержания рутения-106 в атмосфере. Глава Росгидромета Максим Яковенко сам факт выброса уже не отрицает, но заявляет, что концентрация рутения в атмосфере не превышает предельно допустимых значений. По поводу источника. Источник мы не ищем по одной простой причине. Чего его искать, когда нет опасности? Главный онколог Челябинского края, где зафиксирован выброс рутения-106, порекомендовал жителям не переживать, смотреть футбол и пить пиво. А в городе Озерск, где расположено предприятие по переработке ядерных отходов «Маяк», агентству «Интерфакс» сообщили, что паники не наблюдается. Раньше там работал фонд «Планета надежд», который российские власти признали иностранным агентом. Фонд защищал права жертв радиационного облучения в Челябинской области. После обвинения в промышленном шпионаже его глава, юрист-эколог Надежда Кутепова была вынуждена эмигрировать. Сегодня я спросил у нее, что известно об аварии на «Маяке». Мы предполагаем, что авария произошла на печи остекловывания высокоактивных радиоактивных отходов на радиохимическом заводе номер 235 завода «Маяк». Эта печь остекловывания отходов, она является частью любимой легенды «Маяка» о замкнутом ядерном цикле. Что это такое? Они смешивают отходы с жидким стеклом, охлаждают и помещают их на вечное хранение под землю. И без этой печи миф о замкнутом топливном цикле не существует. Поэтому им печь это нужно просто как позарез. Да, но это что, единственная печь на заводе? Это единственная печь вообще в России. Таких предприятий в мире всего три. Она не очень хорошо работает, если это такая важная печь, то как это может быть? История печей остекловывания на полумаяк начинается с 87-го года. Их было уже несколько, если я не ошибаюсь, то это пятое по счету. И вот это какое-то слабое место «Маяка», то есть с этими печами всегда что-то у них происходило, какие-то мелкие инциденты. Причем между собой в городе, мы это говорим, ну на печке то произошло, печку остановили. То есть примерно как вы говорите про микроволновую печь. И последняя печь, она по плану должна была быть построена в период 2015-2016 год, но из-за того, что «Маяк» заключил договор с предприятием-банкротом на строительстве этой печки, вовремя она построена не была. И сегодня мы не знаем, кто построил эту печь, какие специалисты ее строили, но очевидно, что построена она была с нарушением строков, очень быстро, и возможно, принята была точно так же. Вы дальше в своем блоге утверждаете, что руководство завода номер 235 могло не сообщить об этой утечке руководству предприятия «Маяк» и даже «Росатому». Из этого я делаю вывод, что «Маяк» состоит из многих предприятий, у каждого свой директор, окей. Но это же радиация, как может нижестоящий начальник не сообщить о таком происшествии вышестоящему начальнику? А главное, в чем смысл? Почему я так предположила? Потому что такой случай уже был, в 2007 году анонимный звонок поступил на мой телефон, и кто-то сообщил мне, что на этом же 235 заводе произошел разрыв пульпопровода, и радиоактивная пульпа вылилась на территорию завода, был переоблегчен персонал. Я пыталась узнать что-то по своим каналам, была тишина, на свой страх и риск я сделала заявление, и оказалось, что все это правда. И как раз вот в этом случае руководство 235-го завода скрыло эту аварию от руководства маяка, директор завода был уволен, и были многочисленные последствия, штрафы и все прочее. Поэтому такая история уже была. Но если мы предположим, что какая-то серьезная авария произойдет на маяке, то ведь будет та же самая ситуация. Маяк будет до последнего отрицать, что что-то произошло, а мы тут будем сидеть и гадать с вами. Меня удивляет система контроля организованной внутриатомной отрасли. То есть маяк что-то сообщил Росатому, Росатом этому поверил, подтвердил. Росатом что-то сообщил МАГАТЭ, МАГАТЭ это тоже выдал за истину в последней инстанции, а мы потом сидим и гадаем, о чем они там втроем договорились. Я хочу подчеркнуть, что официально предприятие маяк не подтвердило факт утечки рутения в атмосферу. Более того, никто из экспертов не утверждает, что концентрация рутения, где бы то ни было, опасна для здоровья человека. Предприятие МАЯК в городе Озерск Челябинской области с 1948 года занимается производством компонентов ядерного оружия и затопов, а также хранит и утилизирует радиоактивные отходы. В год МАЯК перерабатывает до 400 тонн ядерного топлива. На предприятии началась не только история российской атомной отрасли, но и история радиационных аварий. За почти 70 лет работы здесь произошло более 50 чрезвычайных происшествий, и это только исходя из открытой информации. Но на МАЯКе накопленный огромный опыт по сокрытию данных. Вот самые крупные из известных утечек радиоактивных веществ. Производственное объединение МАЯК. Здесь в середине 40-х годов 20-го века впервые были построены ядерные реакторы и радиохимический завод. Именно здесь, на южном берегу озера Козелташ, в обстановке полной секретности, в бешеной спешке, создавали первую советскую ядерную бомбу. А радиоактивные отходы до 1952 года ежедневно и открыто сбрасывали в местную речку Течу. Она разносила их по всему своему руслу на 243 километра. Сегодня руководство МАЯКа, хоть и не в полном объеме, но признает этот факт и даже вскользь упоминает об экологической катастрофе на официальном сайте предприятия. Основное внимание будет уделяться решению экологических проблем, оставшихся в наследство от первых лет работы комбината. Местным жителям в наследство остались зараженные земли и болезни. Вдоль течи не найдется семьи, которую бы не коснулась лучевая болезнь. Людям не объясняли причину заболевания. В народе смертельную болезнь прозвали речной. 29 сентября 1957 года на МАЯКе взорвалась емкость с высокоактивными отходами. За 10 часов радиоактивное облако накрыло Челябинскую, Сверловскую, Тюменскую области. Всего около 23 тысяч квадратных километров, на которых проживали 270 тысяч человек. К ликвидации последствий аварии привлекались солдаты-срочники и даже школьники. Многие ликвидаторы получили смертельные дозы. Кыштынская катастрофа вторая по масштабам последствий после Чернобыльской аварии. Только по официальным данным пострадало более 500 тысяч человек. Факт утечки впервые подтвердили лишь в июле 1989. После Кыштынской аварии отходы стали сливать в озеро Карачай на территории маяка. В 1967 году песчаная буря подняла радиоактивный ил и разнесла его на сотни километров. В 90-е ЧП на предприятии случались по нескольку раз в год. В 2000-м официальная статистика обрывается. В 2004 году генеральный директор предприятия Виталий Садовников отчитывается. Маяк безопасен. В Течу больше не попадают радиоактивные отходы. Это, конечно, не Женевское озеро, но вода в этой речке чистая. Через год после этого интервью генеральная прокуратура возбуждает уголовное дело против Садовникова. Было установлено, что через изношенную плотину зараженная вода все же попадала в Течу. Радиационный фон в 100 раз превышал природный. От уголовного наказания Садовникова спасла амнистия к столетию Госдумы. В местной медакадемии имеется уникальная коллекция изуродованных эмбрионов. Все они собраны из местных предприятия «Маяк» сообщается, что текущая деятельность предприятия практически не оказывает негативного влияния на радиоэкологическую обстановку. Дарья Лизаде для часа Тимура Олевского. Знаете, самой очевидной причиной недоверия населения постсоветских республик к официальной информации о чрезвычайных ситуациях остается чернобыльская трагедия. На нее равняются, с ней сравнивают. Тогда об угрозе жизни и здоровью жителей узнавали сперва из эфиров западных голосов, а советское правительство первый раз официально сообщило о катастрофе лишь спустя два дня в эфире программы «Время». Этому событию уделили 14 секунд эфирного времени и не стали отменять праздничную демонстрацию на майские праздники в Киеве. 26 лет спустя жители Кубани сравнивали с Чернобылем ситуацию во время наводнения 2012 года, когда в ночь на 6 июля потоки воды смыли дома в городе Крымск. Тогда погиб 171 человек, более 34 тысяч, пострадали. Тогда губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, сейчас он федеральный министр, на встрече с жителями, пережившими наводнение, вот так объяснял, почему их не предупредили о надвигающейся беде. А вы что думаете, дорогие мои, если бы сегодня, даже в 22 часа, перерывом до 3, до часу ночи, что нужно было каждого обойти? Это невозможно. Какими силами? Ну а осенью 2016 года юго-восток Москвы накрыл облако газа с неприятным запахом. При этом официальное загрязнение воздуха вообще не отрицалось. Росгидромет сообщило о значительном превышении допустимого уровня сероводорода. Но виновник неприятного запаха назван так и не был и до сих пор, кстати, не назван. Экологи обвинили в произошедшем мусоросжигательный завод номер 4 и полигон бытовых отходов и даже опубликовали вот эту видеозапись, на которой, как утверждалось, зафиксирован якобы выброс ядовитого газа. Но чиновники утверждали, что запах связан с естественными причинами. Ситуация повторилась и осенью этого года. Местные жители утверждали, что в окрестностях завода умирают птицы, но предприятие продолжает работать. Другим новостям. Президент Зимбабве Роберт Мугабе, который руководил государством 37 лет, ушел в отставку. Об этом объявил спикер парламента страны Джейкоб Муденда. Он зачитал зимбабвийским парламентариям письмо Роберта Мугабе, в котором тот сообщает о немедленной и добровольной отставке. Услышав это, члены парламента стали аплодировать и даже танцевать, сообщает в США этот пресс. То же самое уже несколько часов делают люди на улицах столицы страны Хараре. Ну а совсем недавно рейтинг президента Мугаба в стране по подсчетам местных социологов составлял 93%. О других новостях этого дня коротко расскажет мой коллега Антон Золотых. Президент Беларуси Александр Лукашенко не поедет на саммит Восточного партнерства Брюссель 24 ноября. Как стало известно сегодня, вместо него Беларусь там представит министр иностранных дел Владимир Макей. В Минске при этом подчеркивают, что восприняли приглашение Лукашенко на саммит с благодарностью. Напомню, из-за систематических нарушений прав человека в стране Лукашенко несколько лет было запрещено приезжать в Европу. С чем может быть связано нежелание президента Беларуси принимать участие в саммите, в настоящем времени рассказал обозреватель Беларусской службы радио Свобода Валерий Карбалевич. Я думаю, что не удалось договориться о встречах с ведущими европейскими политиками, с лидерами европейских стран, двусторонние встречи, да, а встречаться в Брусселе с лидерами постсоветских государств, ну это несерьезно, потому что Лукашенко с ними встречается на саммитах СНГ. Тем, что Лукашенко не поедет, это определенный сигнал Европейскому Союзу, что Беларусь не довольна тем уровнем сотрудничества, который Беларусь бы хотела иметь. И в финансовых вопросах, и в визовых вопросах, и в вопросах о подписании какого-то рамочного договора о сотрудничестве. Госдепартамент США одобрил поставку в Грузию противотанковых ракет «Джевелин» на сумму 75 миллионов долларов. В Пентагоне отметили, что усиление Грузии способствует укреплению национальной безопасности США. По плану США должны продать Грузии 410 ракет, а также пусковые установки, учебные комплексы и заряды для них. В Белом доме уточняют, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято, но положительное заключение Госдепа необходимый и важный шаг к оформлению сделки. ФСБ запросило у властей Нового Оренго информацию о родственниках школьника Николая Десятниченко, который 19 ноября в Бундестаге рассказал о немецком солдате, попавшем в плен после Сталинградской битвы. Школьник заявил, что многие немецкие солдаты хотели жить мирно и не желали воевать. Фраза привлекла внимание пользователей соцсетей, СМИ и представителей власти. Сотрудники ФСБ по данным издания знакомы, интересовались, нет ли у школьника родственников в Украине. Роскомнадзор разрабатывает ответные меры в отношении Google за так называемые недружественные действия. Ранее исполнитель и директор материнской компании Google Alphabet Эрик Шмидт говорил, что поисковик создает алгоритм, который снизит частоту выдачи сайтов с цитата «российской пропагандой». Сейчас это касается российских агентств «Спутник» и телеганала Russia Today. Роскомнадзор попросил разъяснить, какие именно меры будут приняты в отношении «Арти» и «Спутник», после чего ведомство пообещало симметрично ответить. Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что не хочет формировать правительство после провала трехсторонних переговоров о создании коалиции. Во время консультации о создании коалиции лидер свободной демократической партии Кристиан Линдер объявил о невозможности достичь компромисса с партией Меркель и вышел с переговоров, оставив консервативный блок в меньшинстве. Меркель заявила, что предпочтет провести новые выборы в 2018-м, чем формировать правительство меньшинства. Срочная новость о российском парламентарии приходит из Франции. Российского миллиардера и сенатора Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы и он доставлен в полицейский участок. Произошло это во Франции, напомню я. Об этом, кстати, случилось это вчера, известно стало несколько часов назад и прямо сейчас МИД России молнирует о том, что предпринимает все усилия для того, чтобы сенатора отпустили. Более того, утверждает, что у него есть дипломатический паспорт и он пользуется дипломатической неприкосновенностью. Довольно активно комментирую тему об аресте своего коллеги российские сенаторы. Все обещают, во-первых, говорят, что это провокация. Например, сенатор Клинцевич это заявил в адрес Франции, такой выпад сделал. С другой стороны, другие сенаторы говорят, что скоро отпустят Керимова. Почему его задержали, пока неизвестно, французская полиция не объяснила, на Лазурном берегу. Якобы Керимов это сделал через подставные компании и каким-то образом уходил от налогов. Сулейман Керимов миллиардер, 21 место по версии Forbes среди российских миллиардеров. Ему принадлежит нефтеперерабатывающая горнодобывающая промышленность в Российской Федерации. Ну, часть из них, какие-то компании. Будем следить за судьбой Сулеймана Керимова обязательно. Обещаю вам. Четыре года назад в этот день в Киеве начались протесты против отказа президента Виктора Януковича от евроинтеграции. Эти события стали прологом революции достоинства. О том, как сегодня в Киеве отмечают четвертую годовщину начала Майдана, знает мой коллега Владимир Рунец. Раньше эта улица называлась Институтской. Теперь Героев Небесной Сотни. Несколько сотен людей собрались здесь, чтобы молитвой почтить память тех, кто погиб четыре года назад. Ирина и Игорь Гурик принесли цветы к портрету своего сына Романа. 19-летний парень погиб от снайперской пули в лесу. Говорят, сегодня в их семье особенный день. Спустя четыре года отец погибшего верит. Его сын отдал жизнь недаром. Наталья аккуратно стирает капли росы с портрета своего мужа Андрея Дигдаловича. Он, как и Роман, погиб от снайперской пули. Кто именно тогда стрелял и когда виновные понесут наказание, пока не знает. Но даже несмотря на пассивность следствия в деле о расстреле Майдана женщина не теряет оптимизма. Сегодня день четвертой годовщины протестов, которые в Украине называют революцией достоинства. Здесь, на Майдане независимости, точно так же играет поминальная плын и кача. Правда, из-за разгара рабочего дня на улицах Киева людей не очень много. Иван Федосенко вот уже месяц как на пенсии. Мне 80 лет, я 37 лет народ. Я уже старый, но я еще веду борьбу. И буду вести борьбу. Мужчина приехал из пригорода Киева почтить память своего друга. Игрок вот этого. Кто он вам? Сосед. Я с ним воевал. Иван и сам тогда получил ранение. Граната разорвалась и четыре человека. Значит, два на смерть, один очень тяжелый, а я немного легче. пенсионер считает, революция еще не завершена. Потому что все уже тут ничего не сделать. Их надо только менять. Только менять. И ставить молодых. Владимир унец, Иван Любеш Кирдей настоящее время. И кстати, вот сегодня на майдане незалежности в центре Киева собралось около двухсот человек. Двое из них установили туристические палатки. Две палатки. Люди в камуфляже установили. Они себя называют коалицией участников оранжевой революции. Даже попытались поджечь шины эти люди. Оттеснили сперва полицию в сторону Институтской улицы. Но потом полицейские потушили шины, снесли палатки. И пока на этом события на войне незалежности завершились. 22 ноября Международный трибунал ООН по бывшей Югославии должен огласить приговор бывшему командующему армии боснийских сербов Радко Младичу. Ему предъявлено обвинение в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе Боснийской войны 1992-1995 годов. В том числе в убийстве 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков в Сребренице. Моя коллега Кристина Суворина расскажет подробнее о процессе над Младичем. Сейчас бывшему военачальнику боснийских сербов Радко Младичу 75. И несмотря на пошатнувшееся здоровье ему предъявлено 11 обвинений в том числе в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Нет, 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 я не хочу об этом слышать. Суд над Младичем начался в 2012 году. Он сразу же заявил, что считает его несправедливым, а себя невиновным. С 1992 по 1995 год Младич был главнокомандующим вооруженных формирований боснийских сербов во время боснийской войны. Она унесла более 100 тысяч жизней. обвинители международного трибунала по бывшей Югославии утверждают, что Младич отдавал приказы о масштабных этнических чистках с целью изгнания несербского населения с территории Боснии. Эти нежелательные люди на желаемой территории не исчезли по какому-то волшебству. В июле 1995 года войска Младича заняли Сребреницу, город, входивший в объявленную Советом Безопасности ООН зону безопасности. Сначала военные раздавали местным жителям шоколадки, а сам Младич успокаивал мусульманских беженцев. Все, кто хочет покинуть эту территорию, смогут ее покинуть. Однако через несколько часов военные расправились над несколькими тысячами мусульманских мужчин и мальчиков. Это стало самым крупным массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны. По приказу Младича под контролем его подчиненных была проведена широкомасштабная и тщательно спланированная операция, в результате которой за несколько дней были убиты более 7 тысяч мужчин и подростков. Никаких признаков раскаяния Младич на суде не продемонстрировал. Напротив, однажды он сделал угрожающий жест в адрес пришедшей на заседание суда матери одной из жертв. Он посмотрел на меня и сделал жест ладонью по горлу. Я ему показала со своего места вот так. Сам-то в тюрьме. Прокуроры обвиняют Младича в организации блокады Сараева, которая продлилась почти 4 года. В городе погибло около 10 тысяч человек в результате артиллерийских обстрелов. И работы снайперов. Младич рассказывает, как сам стрелял из снайперской винтовки по жителям Сараева, будто это какой-то спорт или вид отдыха. Младич сделал военную карьеру в Югославской армии. В 1991 году, когда страна начала разваливаться, его отправили сражаться с хорватскими сепаратистами. Он прославился как суровый военачальник и вскоре получил звание генерала. Во время боснийской кампании 1994 года Младич заявил журналистам, что лишь защищает сербов. Я не совершал никаких преступлений, я только защищал свой народ. 16 лет Младич скрывался от властей. Его арестовали в 2011 году в деревне Лазарева на севере Сербии. Он часто жил у верных ему бывших военных. Многие сербы до сих пор считают Младича героем. Мы бы стали его рабами и спрятали бы его. На момент ареста у Младича уже были проблемы со здоровьем, он принес два инсульта. Адвокаты безуспешно пытались отложить оглашение приговора, ссылаясь на ухудшение его здоровья. Радко Младич обычный человек, он не сверхъестественное существо. Радко Младич обвиняемый, но он невиновен. Однако обвинители в своей заключительной речи попросили суд приговорить Младича к пожизненному заключению. Любое другое наказание, по их словам, будет позором. Пришло время, чтобы генерал Младич ответил за свои преступления перед каждой своей жертвой и каждой уничтоженной им общиной. Следственный комитет России ведет проверку по сообщению о пытках в отделе полиции в городе Усолье Сибирское в Иркутской области. Заявление об избиениях Айдыра Юсифова обратилась его жена. Местные правозащитники говорят, что эта история довольно рядовая, хотя в деле могут появиться не только полицейские. Подробнее все знает Андрей Захаров. Схватили средь бела дня и без лишних прелюдий. 9 ноября жителя города Усолье Сибирское и Иркутской области скрутили люди в масках. Предпринимателя Айдана Юсифова забросили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Все это произошло на глазах его жены. Я выглянула в окошко, потому что у меня сработала сигнализация и увидела, что люди в масках схватили моего мужа возле машины, запихали в микроавтобус, посторонний человек сел за руль нашего автомобиля и поехал следом за этим микроавтобусом. Как оказалось, людьми в масках были правоохранители. В отделе полиции мужчину, по его словам, принялись избивать. К стене ноги на растяжку, чуть ли не на шпагат заставляли слиться, били, ну вот в части, ну что ноги разъезжались. Все вещи личные, чужие даже личные вещи, там пенсионная карта моей мамы, там кредитная карта супруги, все забрали, ничего не отдают. По словам мужчины, его принуждали дать взятку в 13 тысяч рублей сотруднику ГИБДД за водительское удостоверение. Под пытками пришлось согласиться. На встрече с инспектором тот взять деньги отказался. Тогда их обоих скрутили и увезли в следственный комитет, где продержали всю ночь. На следующий день полуживого Айдана Юсифова заставили подписать какие-то бумаги и отпустили на свободу. Ну, пальцем вот так вот. Если вы поменяешь свои показания, ты будешь у нас этим преступником. Еле живого, теряющего сознание мужчину его супруга отвезла в травмпункт. У него зафиксировали черепно-мозговую травму, растяжение плечевого сустава и травму костей таза. Как таковых вот прям синяков нет, но все тело болит. Били так, чтобы не оставлять следов. Сотрудник ГИБДД, которого тоже удерживали в отделении, в личной беседе рассказал журналистам, что работает в органах 19 лет и до пенсии ему осталось всего полгода. По словам инспектора, его обвиняют в неправомерных действиях при ДТП, которое произошло несколько лет назад. А недавно ему предложили уволиться. Мужчина считает, что против него пытаются сфабриковать дело. Так же считает и иркутский правозащитник Святослав Хроменков. Он уверен, что в деле были задействованы сотрудники нескольких служб. В том же здании, где удерживали мужчин, кроме полиции, располагается отдел ФСБ. На мой взгляд, хотели создать искусственные доказательства совершения преступления. Искусственные доказательства. Может быть, с целью повысить раскрываемость. Может быть, с целью в ложно понимаемых интересах службы. Мотивы их предстоит установить. За помощью правозащитники уже обратились к представителям комитета ООН против пыток. К делу подключились и Следственный комитет по Иркутской области. В настоящее время по факту причинения телесных повреждений заявителю следователями аппарата Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области проводится доследственная проверка. Как говорят правозащитники, история Айдана Юсифова довольно рядовая. За последние три года в организацию «Сибирь без пыток» поступило более трехсот обращений о пытках со стороны силовиков. Около полусотни фактов подтвердились, но по ним было возбуждено только пять уголовных дел. Антон Захаров для Настоящего Времени. Смотрите сразу после этой программы документальный фильм «Украинские шерифы» о приключениях бесстрашных и неутомимых Виктора и Володи, взявших на себя функции охраны общественного порядка в родном селе Старосбурьевке, куда не может добраться украинская полиция. «Ой, коза, коза, коза не богу, поскачи коза, трохи не богу». «Там живут у меня бомжи, не бойся, не кусаются». «Был бы у меня Васильевич миллион». «Я же понимаешь, что ты реально мог учить срок. Батюра был Бог. «Дай Боже здоровья господарені, дай Боже здоровья господарені, дай Боже здоровья господарені». Прямо сейчас продолжаются события в Луганске. Следим мы за ним. Помните, сегодня ввели войска, мы с этого начинали свою программу. Вот сейчас сообщается, что приехали в город Луганск из Донецка сразу три батальона в поддержку бывшего министра внутренних дел. Это батальон «Эспарта», «Пятнадцатка», как вот сообщает твиттер людей, которые там живут, и еще один батальон. Ну, будем следить завтра уже за тем, что происходит в Луганске. Обязательно вам об этом расскажем и о других новостях тоже. Я с вами прощаюсь. Я Тимур Олевский. Вернусь в эту студию завтра как раз. Я обязательно расскажу вам что-нибудь новое. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok